Друзья, рада всех приветствовать на заседании нашего светского клуба. Сегодня в программе, сразу после анонса, уже традиционно, в первой части видео я представлю вашему вниманию прогресс моей вышивки. Это две большие картины «Блудный сын Лосева Николая Дмитриевича» и «Базарный день» Теодора Жерара. А еще постараюсь ответить на вопрос Татьяны, как я натягиваю на раму канву, которая больше по размеру, чем сама рама. Затем, во второй части видео, сквозь толщу столетий, мы отправимся в путешествие по дороге Бога-гора. Страницы истории приведут нас на Синайский полуостров, с которым, благодаря вмешательству Бога, связана и одна из самых удивительных историй спасения целого народа. Да, именно здесь развернулись самые величественные события, описанных в Ветхом Завете. Море раступилось и так далее. Рассмотрим с вами версии гипотезы чудес с Красным морем, с Манной Небесной, с Посохом Пророка и многое другое, не менее интересное, на мой взгляд, друзья. Если коротко, мы сегодня пройдем маршрутом Моисея, чтобы узнать, как сплетаются на Вечном Синае пути небесные и земные. А сейчас вышивка, и начну я, как обычно, с основного процесса возвращения блудного сына. Картина написана по мотивам одноименной притчи Иисуса Христа. Три дня, и участок готов. Вот такой результат, такая красота. Ну, а сейчас, конечно, буду передвигаться вправо, а там ждет стена дома. А вот стена и лопух выросли на 880 крестиков. И вот так выглядят они сейчас. А следующие два дня принесли завершение данного эпизода. Все, разлинили следующий участок, на котором немного выщется камень и лопух. Все, лопух уже полностью готов. Далее нас ждет почва. Вот такая светло-песочного цвета. Как камень. И немного по цвету схожа со стеной дома. Так что перемещаемся вниз и продолжаем вышивку. Песок, песок и песок. Такое ощущение, что я вышиваю пустыню. Да, вот если бы не одежда сына. Здесь немного я ее захватила вышивать. Ну вот, сплошной песок. Так, готовый этот эпизод. Правда, мне что-то не очень нравится. Вот этот крестик. Как-то он выпячивает на фоне темных крестиков. Ну, сейчас мы посмотрим на схеме. Может, это моя ошибка? Нет, это не моя ошибка. И на схеме вот он. Он есть. Но мне он что-то не нравится. Поэтому я его, наверное, сейчас просто зашью. Ну, вот так мне нравится куда больше. Все, смещаемся вправо и продолжаем сыпать песочные крестики на канву. Камень-камень, почва-почва. И вот мы с вами дошли уже до последнего символа на данном выделенном участке. Вышиваю, вышиваю и снова я, друзья, наткнулась на крестик. Которому, как мне кажется, здесь не место. Сейчас, наверное, я тоже зашью его темно-коричневым 838. Вот так, мне кажется, такой цвет здесь подойдет идеально. Но сейчас посмотрим. Ну вот, произвела замену. Теперь мне кажется, что этот участок смотрится более естественным. Итак, друзья, завершила я песчано-почвенный эпизод с изображением валуна и маленького, видимо, отколовшегося от него камешка. Закончила и заднюю нищую часть сына. Сквозь обветшалую ткань виднеется нога героя картины. Удивительно четко, друзья, видны рваные края одежды. Рука сына – отдельный восторг. Кожа, мышцы, локоть. Рука напряжена, пальцы рук сомкнуты. Мы видим, как он волнуется. Все выглядит натурально. Персонаж получился словно живой. А глядя на лопух, кажется, что налетит сейчас порыв ветра, и он кивнет нам своими могучими крепкими листьями. Камни тоже выглядят естественно и объемно. Друзья, меня очень радует результат. Надеюсь, что и вам нравится. Теперь попробую ответить на вопрос Татьяны. У меня как раз дело подошло к перемотке, поэтому мне не сложно это показать. Сложно это проделать, но я справляюсь. Сразу скажу, что это никакой не мастер-класс и не призыв к действию. Это, конечно, сложно и довольно муторно. В идеале, конечно, рама должна соответствовать размеру канвы. Ну или пяльца. Я первую большую многоцветку кукольник вышла на пяльцах по бумажной схеме от Golden Kite. Но попробовав станок, он понравился мне в работе больше. В работе. Но не в натяжке канвы. В работе он выполняет у меня еще и функцию мини-столика. На станке и планшет висит, и сердечко с остатками ниток, и ножнички, и ручка для планшета, и иголочка, и даже несколько ниточных органайзеров. Все буквально под рукой. Для меня это очень удобно. А вот, что касаемо натяжки канвы. Я пользуюсь диванным станком Иволга от торговой марки Арабеско. Размер рамы 40 на 56, если память меня не подводит. Рама большего размера ни мне, ни станку не подойдет технически. Мое вышивальное место пока не безгранично. Поэтому применяю способы, доступные в сложившихся обстоятельствах. А именно, подкладываю дополнительную ткань в сматывающийся рулончик на раме. В том месте, где я буду вышивать. И нужна будет хорошая натяжка. В моем случае это происходит так. И да, Татьяна, хочу обратить ваше внимание, что сложенную часть канвы я не запяливаю, не загоняю под клипсы, чтобы она не натянулась при натяжке канвы раньше рабочей области. И да, нередко такие манипуляции в особых работах, таких как базарный день, например, размер которой 346 тысяч крестиков, а это самая большая из всех моих работ. Меня нередко посещает мысль вернуться круглым пяльцем. Так хорошо мне знакомым. Но это, конечно, на крайний случай, если вдруг, ну, не удастся мне ее натянуть на раму как следует. Так что, друзья, секретов у меня нет на жаль. Действую я, повторюсь, согласно обстоятельствам. Надеюсь, что смогла объяснить, и хоть немного Татьяна вам помогла. А тем временем блудный сын вышел на финишную прямую. Забрежил, друзья, четвертый угол картины и ее полное завершение. Сейчас размечу очередной участок и помчусь навстречу финишу. Ну, помчусь, было громко сказано, конечно. Так, присыпала слегка канву крестиками. И на сегодня все, друзья. Да. Осталось озвучить результат в цифрах. Вышито уже 96,5% картины. В крестиках это составляет 209 260. За 12 дней мне удалось вышить 10 210 крестиков. И нам осталось 7540. Да, друзья, буду стараться всеми силами финишировать к следующему выпуску. Ну что ж, по основному процессу все. Теперь перейдем к дополнительному. И снова здравствуй, Меркурий. Да, друзья, вот такой эпизод мне предстоит вышить. Под него выделена уже область в 2500 крестиков. И я приступаю к вышивке. Так, вот он наш голубчик Меркурий. Меркурий стоит на постаменте в виде сферы. Прям девочку на шаре мне напоминает. Вот такой красавчик. Нравится мне очень, как получается. Игра света, тени. Замечательно. Ну, теперь, конечно, будем отдыхать на облаках. Вот такой результат на сегодняшний день. Как мы видим, на фоне чистых, незамутненных облаков возвышается прекрасный древнеримский бог Меркурий. Покровитель торговли, прибыли и обогащения. Сын бога неба Юпитера. Статуя установлена на рыночной площади. В руках у него контрольные весы. И венчает он собой, как мне кажется, фонтан. А ведь как символично. У майские иды 15 мая в Риме отмечали Меркуралии. Торговцы приходили к священному источнику Меркурия. После жертвоприношений они черпали из источника воду, которой после окропляли свои товары. Одновременно они просили прощения у бога за свои прегрешения, свои обманы и ложные клятвы. А также просили успеха в торговле. Вышивался герой этой картины, как и его постамент в виде шара, легко и быстро. Небеса и заключительный аккорд на этом участке зазвучит у нас в виде символа, состоящего из 485 крестиков. Вот такое количество и такое расположение нас ждет. Да, друзья, это небеса. Да, я буду скучать по ним, по их легкости и воздушности, когда их вышью. Работа эта, друзья, приятная и скоро получит статус основной. Да, за три дня мне удалось вышить 2615 крестиков. В общем, выше-то уже 11%. В крестиках это составляет 38 080. Немало, на мой взгляд. И впереди нас ждет еще 308370 крестиков. Итак, достижения обозначены. Результаты продемонстрированы за 15 дней. В общей сложности мне удалось вышить 12825 крестиков. Впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Спасибо, друзья, за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. Этим вы меня поддерживаете и вдохновляете на следующие выпуски. А сейчас настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Пути Моисея. На полуострове между Суэцким и Акадским заливами площадью в 25 тысяч квадратных километров никогда не было высоких цивилизаций и многолюдных городов. Но правители глубокой старины понимали, что полуостров, названный, очевидно, в честь древнейшего Акадского бога Луны по имени Син, это настоящий мост между Африкой и Азией, Средиземным и Красным морями. А может быть, раньше правителей ценность Синая поняли купцы и караванщики. Как бы то ни было, но по приказу фараонов нового царства пустыню пересекла дорога бога гора. Римляне проложили здесь дорогу от Нила до Тигра и Фрата. Египетские мусульмане путешествовали через полуостров в священную Мекку. С Синайским полуостровом связана и одна из самых удивительных историй спасения целого народа. Библейский рассказ об Исходе описывает, как благодаря вмешательству бога пришло к концу притеснение израильтян, проводившееся новым египетским фараоном, которым, возможно, был мир в Нептах. 1224-1211 гг. до н.э. Когда Моисей вырос и, по некоторым данным, получил высокое посвящение египетского жреца, он напал на египетского надсмотрщика, избивавшего израильтянина, убил его и был вынужден бежать в пустыню. Там он жил при Афуре, священнике Бодиана. Его дочь стала женой Моисея. Когда Моисей подстадал в глубине пустыни, из горящего куста к нему возвал Бог, сказал, что Моисей избран, чтобы вернуться в Египет и вывести соотечественников из-под гнета. Бог наделил Моисея знамениями, которыми тот мог убедить собратьев израильтян и фараона. Моисей со своим братом Аароном вернулся в Египет и был принят монархом. Однако тот не пожелал отпустить евреев. И тогда Бог наслал на эту страну одну за другой десять казней. Наиболее сокрушительной из которых было последнее – умерщвление всего первородного у египтян. Это заставило правителя одуматься. В ночь, когда намечалось массовое убийство, он послал за Моисеем и Аароном и потребовал, чтобы они немедленно увели свой народ. И они вышли все разом с чадами, домочадцами и слугами, стадами и атарами. Отряд пришел к водному пространству, позднее описываемому как Красное море. На самом деле это море ярко-синее, а красным стало потому, что древние мореходы были поражены массой алых микроводорослей в его водах. Авторы оригинала, скорее всего, имели в виду северную оконечность Суэцкого залива или одно из соленых озер, а может быть, залива Каба. Именно здесь развернулись самые величественные события, описанных в Ветхом Завете. Море раступилось перед израильтянами и прошли они подусловно по сухой земле. А когда фараон с войском устремился вслед за беглецами, волны вновь замкнулись, потопив египтян. Некоторые библейские историки, считая это событие подлинным, относили его ко временам фараона Мельнептаха. Ходило предание, что мумия этого царя отличается белизной, поскольку тело успело просолиться в море, пока его не извлекли. Но в действительности мумия Мельнептаха такого же цвета, как и прочие царские тела, собранные в Египетском музее. В дальнейшем триумфальное спасение неизменно провозглашалось величайшим и чудесным деянием Бога в защиту народа Израиля. Исход из Египта группы семитоязычных людей, состоящих из членов дома Иосифа, вероятно, действительно имел место. Семитоязычные мигранты многократно приходили в Египет и впоследствии покидали его. О подобных исходах сохранились египетские предания, одно из которых записано на папирусе, датируемом последними годами XIII столетия до н.э. Об изгнании евреев сообщил и живший позже египетский историк по имени Манифон. Сам библейский рассказ в том виде, в каком он дошел до нас, по-видимому, является комбинацией двух очень давно связанных воедино, но первоначально независимых повествований. Одно из них о бегстве, а именно о бегстве Моисея, и другое об изгнании. Бегство Моисея расценивалось египтянами как досадный провал использования принудительного труда. А какая-то другая семитоязычная группа, члены которой считались нарушителями спокойствия, видимо, была депортирована независимо от произошедшего с Моисеем. Нет оснований полагать, что во всех подобных случаях спасающиеся или высланные из Египта бежали по единственному тому же, что и Моисей, маршруту, предусматривающему пересечение описанного в Библии водного пространства. Среди племен или групп кланов, нашедших путь из Египта в Ханаан, были, по-видимому, и такие, что вовсе не участвовали в Моисеевом исходе. Более того, предки некоторых племен могли прийти в области, заселенные ими в исторические времена, с окраин пустыни, вообще не побывав в Египте. Наконец, кое-кто из людей, происходящих из групп Авраама, Исаака и Акова, безусловно, все время оставался в Ханаане. Как бы то ни было, но евреи вступили на Сеналь, и огромный раскаленный солнцем полуостров встретил их весьма неприветливо. Морщинистые лилово-красные, серо-коричневые, ахристо-желтые скалы вздымались над щемнистыми долинами со скупым, жестким кустарником. Но все-таки, как они преодолели море? Есть предположение, что в пору Моисеева похода свыше трех тысяч лет назад северная часть Красного моря выглядела совсем не так, как сейчас. Она представляла собой почти что сплошные болота и заросли с редкими тропами. Недаром по-древнееврейски этот край назывался Тростниковое море. Вспомним еще раз Библию. Задолго до исхода евреев из Египта Моисей был вынужден бежать на Сенай. Там он стал пастухом и оставался им сорок лет. Однажды Моисей увидел куст, который горел пламенем и не сгорал. В этом огне ему явился сам бог израильтян Яхвы и велел вернуться в Египет, чтобы вывезти оттуда соплеменников. Если правда хотя бы то, что бывший египетский жрец столько лет пас стада, насколько же хорошо он должен был бы узнать дороги Синая. Возможно ли для такого знатока провезти людей через болото? А воины фараона, не зная труп, погибли в трясинах или вернулись, не солоно хлебавши. Есть, конечно, и другие версии Чуда с Красным морем. Одна из них гласит, что сразу вслед за переходом, совершенным евреями по мелководью, некий ураган пригнал большую волну, отрезавшую путь египтянам. Другая гипотеза привлекает в качестве объяснения известную средиземноморскую катастрофу. Взрыв вулкана на острове Санторин. Тогда, мол, возник колоссальный прилив, который мог затопить земли Нижнего Египта. Или того проще. Израильтяне просто попрятались в тростниковых зарослях, окружавших озера между Суэцким перешейком и побережьем Красного моря. Какой бы вариант ни оказался правильным, главное другое. Исход произошел, целый народ освободился из рабства. Сам этот факт не мог не вдохновить летописцев на сказочные преувеличения. Ведь семитские племена пришли в Египет отнюдь не как пленники, ставшие рабами. Вероятно, они были родственны гексусам. Эти азиатские кочевники захватили страну на Ниле около 1700 года до н.э. Возможно, вместе с ними пришли и брим. Позднее гексусы были изгнаны египтянами. Но и брим, от этого слова пошло название евреи, остались, поскольку уже стали оседлым народом, скотоводами и землепашцами. При могучем и жестоком фараоне Рамзесе II, в Великом Лоине и строителе в Нижнем Египте, где жили и брим, начали возводиться новые города. Пришельцев стали использовать на стройках в каменоломнях. Очевидно, именно этот период Библия вспоминает как рабский. Подтверждение Ветхому Завету обнаружил археолог Флиндерс Питри и как раз на Синае. Среди необычайно выразительных морщин и складок местных скал можно встретить провалы, дышащие духотой металлургического цеха. Многие ямы оставлены рукой человека. Здесь в дни фараонов искали и добывали медь. В одной из медных выработок Питри обнаружил надпись на древнесемитском языке. Быть может, ее оставили рабы и брим, обреченные задыхаться, долбя кирками горячий камень. Это самый ранний в мире семитский текст. Ему около трех с половиной тысяч лет. Знаки до сих пор не расшифрованы. Но вернемся к синайскому походу Моисея во главе многотысячной толпы. Пустоши, покрытые опаленным щепнем. Колючий пыльный кустарник. Редкие оазисы у роднику. Две-три пальмы, веселая грибка зелени. А дальше снова километры и километры камня под беспощадным солнцем. Ущелье с осенечерными тенями. Странные природные формы на обрывах, напоминающие рельефы индийских или греческих храмов. Глыбы ростом с дом, низвергнутые на равнину давними катаклизмами. Дымка зноя, рождающая миражную воду. Здесь они и прошли во главе со своим отважным вождем, способным творить чудеса. Но нет чуда, которое нельзя было бы объяснить великолепной с нарукой Моисея, опытнейшего сенайского пастуха. Знаменитая манна небесная, которую, сжалившись, Яхвы послал евреям для прокормления в пустыне, ничто иное, как застывшие капли сока растений одного из видов тамариска. Они и вправду съедобны. А известная дива с посохом пророка. Ударив им по скале, Моисей извел оттуда воду. После редких дождей на сенае порой возникают скрытые водохранилища. Они спрятаны под коркой испекшейся извести и песка. Один хороший удар в таком месте и... После трехмесячного путешествия и отражения атаки мародеров, группа, ведомая Моисеем, расположилась лагерем перед горой Синай, до которой Моисей доходил еще до исхода. На этот раз Бог призвал его взойти на вершину горы и повелел сказать израильтянам, что если те будут слушаться Бога и соблюдать его завет, то станут его уделом, его царством священников, его святым народом. Вопреки высказываемому иногда мнению, в сознании израильтян Яхвы еще не окончательно стал всемирным божеством, хотя те иногда и называли его творцом и господином мира. Для них Яхвы существовал исключительно как защитник израильтян. На протяжении всей истории он считался воинственным Богом, направляющим воинственный народ. В Египте, откуда пустилась в путь руководимая Моисеем группой израильтян, незадолго и ненадолго распространился культ, который можно считать своеобразным единобожием солнцепоклонником. Но это религиозное движение возникло среди народа куда более развитого, чем древние израильтяне, и вряд ли оказало какое-либо влияние на Моисея. Он верил, что Яхвы – бог его Моисея собственного народа. Другие могли верить во что угодно, но народ Израиля, по убеждению Моисея, должен полностью сосредоточиться на поклонении Яхвы. В этом смысл шести еврейских слов, переводим их как «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть» и того, что добавлено к ним. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Евреям было приказано в течение двух дней стирать одежду и очищаться. На третий день были громые молнии и громкие трубные звуки. Люди вышли и стали у подножия горы, накрытой густым облаком. И тогда послышался голос самого Бога. Моисей снова поднялся на вершину горы, исчезну, во все еще покрывавшем ее облаке. Там он оставался сорок дней и сорок ночей, общаясь с Богом, который объявил ему десять заповедей. По истечении этого времени Бог дал ему две скрижали, каменные плиты, на которых были начертаны законы заповеди, написанные перстом Божиим. Заповеди зафиксированы в Библии в двух различающихся вариантах. Ранние заповеди начинаются с предписаний, относящихся к признанию исключительно Бога Израилева, который вывел израильтян из Египта. Его он не должен изображать, и он ревнитель. Далее следует шесть моральных запретов. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай собственности ближнего своего. Эти заповеди и запреты абсолютны, категоричны, непреложны и не содержат никаких оговорок на случай смягчающих обстоятельств или особых ситуаций, когда поступают так-то и так-то. Когда Моисей сошел с высоты и обнаружил, что его люди берутся за старое, он в гневе разбил скрижали. Но после того, как он провел еще сорок дней на горной вершине, Бог написал и верил ему новые. Какими бы чудесами ни обросло впоследствии предание о том, что группа израильтян Дом Иосифа миновала гору Синай, оно, вероятно, основано на историческом факте, поскольку события, связанные с присутствием израильтян, уникальны, то есть не имеют параллелей, на которые можно было бы сослаться. Люди верили, что на горе Синай Яхве, использовав Моисея в качестве своего посредника, закрепил особую связь с народом Израиля, произнеся торжественный официальный обет и связав израильтян с собой обещанием «И приму вас к себе в народ и буду вам Богом». И это заверение, как утверждает предание, повторялось вновь и вновь от одного поколения к другому во многих вариантах. Синайский завет имел двойной смысл. Он являлся обетом, принятым на себя Яхве, в качестве акта доброй воли и одновременно обязательством, возложенным на народ. Имела ли подобная концепция прецеденты, сказать трудно, поскольку заветы, вступление в которые приписывается более ранним персонажам Ною и Патриархам, были лишь легендарными и считались контрактами между Яхвой и единственной избранной личностью. Синайский же завет был не только индивидуальным, но и коллективным, охватывавшим всех членов общества. Пробыв около года у горы Синай, израильтяне двинулись дальше и после многих превратностей судьбы пришли к границам земли обетованной, земли Ханаана. Обсуждение вопроса, следует ли идти еще дальше, вызвало жестокие разногласия. Но Бог, сказано в Библии, был настолько раздражен недостатком послушания у израильтян, что те смогли продолжить продвижение лишь по истечении почти четырех десятилетий. Библия сообщает о захвате Моисеем за Иорданией Хешбона, города царя Амарита Всегона. Наконец, Моисею было дано издали оглядеть Ханаан, землю обетованную, и затем он умер. И его тело было погребено в долине земли Маав, и никто не знает место погребения его даже до сего дня. Существует и более позднее предание, согласно которому Моисей вознесся на небо. Библия сообщает, что плач и сетование Моисея продолжались сорок дней. Не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его и над всей землей, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил перед глазами всего Израиля. До наших дней евреи каждый год отмечают исход с семидневным весенним праздником, как предписано Библией. Для них, как и для всех их предшественников, с весьма древних времен исход является ключевым моментом всей истории. Он был событием, благодаря которому они стали народом. Тем народом, который Бог избрал своим. И единственным посредством исхода, настаивают авторы Библии, следует интерпретировать всю мировую историю. И потому те, кто говорит о своем происхождении от Моисея и его приверженцев, считают его величайшим вождем человечества всех времен. На Синае причудливо переплелись иудейские христианские легенды, по прихоти судьбы объединившиеся за стенами монастыря святой Екатерины. О ней сохранилось благочестивое предание. С ней, по собственному утверждению девушки, беседовала в родной деревне Дом Реми у старого дерева юная Жанна Дарк. Екатерина, жившая в Александрии во времена язычества, за исповедание веры Христовой была обречена мучительной казни, колесованию. Но палачам долго не удавалось ничего сделать с ее невинным телом. Наконец, как-то сумели отрубить Екатерине голову. Но тело внезапно исчезло. Потом его обнаружили на вершине горы, самой высокой на Синайском полуострове. Туда перенесли тело мученицы, ангелы. С тех пор гора носит имя святой Екатерины Александрийской. Французский историк Рабер Амбелен, большой знаток тайны секретов древности, утверждает, что никакой Екатерины Александрийской на свете не было. И что после исследований, проведенных по приказу Папы Иоанна XXIII, ее имя вычеркнули из календаря святых. Возможно, однако, как и в случае с огненными видениями Моисея, сам красивый героический образ вдохновлял потомкам на славные дела. Одним из таких дел стало сооружение обители в пустыне. Монастырь напоминает крепость, построенную из крупных серовато-песчаного цвета блока. Но внутри прочной скорлупы, словно в орехе, находится хрупкое и ценное ядро. На возвышении в специальной ограде растет большой куст, простирая к молящимся длинные измистые ветви. Это неопалимая купина. Куст, где в окружении пламени пастух Моисей увидел лик своего божества Яхвы. Вернее, куст, выросший на корнях той самой купины. Монахи утверждают, что эти корни чудесным образом дают побеги четвертую тысячу лет. Огонь купины – явление чисто физическое и к духовным озарениям касательства не имеет. Неопалимая купина относится к эфирам масличным. Его испаления порою в особо жаркий день могут вспыхнуть легкими огненными языками. Возле Моисеевой купины, еще до обнаружения останков святой Екатерины, в 330 году была основана небольшая церковь Богоматери и построен приют для монахов. Позднее боголюбивый византийский император Юстиниан велел расширить монастырь. А еще позже, когда обнаружили и снесли с горы нетленные мощи мученицы, обитель получила свое нынешнее имя. Помимо чудесного куста монастырь славен коллекцией икон, стариннейшего письма и библиотекой, где есть самые ранние кодексы Евангелия. Все это уцелело и после того, как в 642 году арабские войска вошли в Египет, разогнав куда более многочисленные византийские гарнизоны. Мусульмане отнюдь не оказались жестокими разорителями. При них и до сего дня продолжали подниматься паломники на гору Моисея, преклонить колени перед образами в церкви Екатерине, благоговейно взирать на ту самую купину. И неудивительно, ибо Коран причисляет к величайшим пророкам, предшественникам Мухаммеда и праведного Мусу Моисея и Ису Иисуса. Так сплетаются на Вечном Синае пути земные и небесные. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok